Долг есть. Долг перед «Газпромом» почти всегда был в той или иной степени больше или меньше. С 1994 года он начал, он образовывался, поэтому одна из схем решения, ее критикуют и так далее. У нас очень много критиков, которые, когда процесс возникает, они сидят молчат, а через 10 лет они говорят, нет, это не так надо было делать. И тем более, когда 10 лет назад они по деревням мальчишками гоняли гуси, а теперь говорят о том, что 10 лет не так надо было сделать. Да, этот долг «Газпрома» тогда решался двумя путями. Было создано совместное предприятие «Молдова-Газ», и в счет долга «Газпром» получил 50% акций, то есть те активы, которые ушли в счет долга. Часть долга специальна. На часть долга были выпущены облигации на 90 миллионов долларов и отданы «Газпрому» с процентами. Мы должны были выплачивать каждый год проценты и погашать. В 1999 году нам удалось провести операцию по выкупу этого долга в 120 миллионов за 35 миллионов долларов. Мы сняли эти 120 миллионов. Потом были еще оставшиеся долги, которые уже погашали правительство Брагиша и часть правительства Тарлева, и те долги ушли. Потом было условие, когда, так сказать, в 2006 году подписывали контракт на 10 лет, ситуация с долгами была уже относительно хорошая, против них не было, и речь шла о жестком выполнении обязательств по текущим платежам. Если вы посмотрите динамику, есть специальные графики, то увидите, что с 2006 по 2010 практически нет никаких исторических долгов. И идут, то есть не накапливались долги, текущие платежи шли, все было нормально. Потом с 2011 по 2015 год всплеск 394 миллиона долларов из этих 433 и так далее. Продолжение следует...